Здравствуйте! Сегодня мы вам покажем небольшой мастер-класс, на котором вы узнаете, как можно сделать кукольный театр в домашних условиях. Меня зовут Рада Вадимовна Амарян и со мной моя помощница Нелли. Она очень любит рукодельничать и мы с ней сегодня покажем, как можно просто сделать кукольный театр. Давай, Нелли, показывай. Вот такие игрушечки можно сделать на шпажках. Что для этого надо? Картон любого цвета, мы на него будем наклеивать выкройку. Выкройка вот такая. Мы будем делать сегодня петушка и поросенка. Эту выкройку вы найдете под видео. И сможете ее скачать, срисовать и сделать такую же игрушечку. Нам нужен разноцветный фетр. Вот здесь у меня разные кусочки. Мы будем выбирать. Также нам понадобится вот такая линейка с круглыми отверстиями. Нам понадобится ручка, ножницы, шпажка, картон. Да, вот картон я показала. И, значит, что еще? Вот такой тюбик, шприц. Но не бойтесь, уколы ставить не будем. Правда, Нелли? А мы будем сюда заливать клей. Чтобы нам не пачкать руки, зальем сюда клей и будем им пользоваться. Я вам покажу, как это делается. Клеем мы пользуемся вот таким. Он называется Титан. Он прозрачный и хорошо склеивает и бумагу, и картон, и другие вещи. Вот сегодня я вам покажу, как пользоваться этим клеем. Ножницы, я сказала, и влажные салфетки, чтобы вытирать руки. Чтобы вытирать руки, влажные салфетки. Также нам понадобятся еще маленькие ножницы. Вот такие, чтобы вырезать маленькие детали. Можно взять маникюрные. Ну, итак, начнем. Начнем вот с чего. Нам нужно вот в этот тюбик налить клей. Как мы это делаем. То есть, вот эти шприцы продаются в аптеках. И здесь у них, здесь у них иголка. Эту иголку надо просто обрезать, сломать. Вот она у меня, иголочка есть. То есть, я вот здесь просто вот так погнула ее, и она сломалась. Это очень просто. Иголочку обязательно завернуть в бумажку и выбросить в мусорное ведро. Пожалуйста, очень осторожнее обращайтесь вот с этой иголкой. Итак, начнем. Вот мы оборвали иголку. Снимаем колпачок. И вытаскиваем вот этот стержень. Этот стержень, да. Снимаю колпачок, чтобы воздух вышел оттуда. Опять закрываем колпачок. Берем клей. Берем вот этот клей. И просто наливаем, наливаем клей в шприц. Он довольно густой, поэтому надо немножко подождать, набраться терпения. И вот так вот налить клей. Он должен подняться вот до отметки пятерка. Если он не идет, можно взять опять вот эту тубу. Немножко туда протолкнуть. Наливаем клей полностью. Так, не хочет идти. Ну ладно. Закрываем. И вот смотрите. Здесь остается воздух. Его надо обязательно выпустить. Поэтому переворачиваем шприц. И пузырь воздуха поднимается наверх. Пузырь воздуха поднимается наверх. Когда он полностью поднимется, надо снять вот этот колпачок. Слышали, какой хлопок? Вышел воздух. И полностью до конца поднять стержень, чтобы клей поднялся до отверстия. И опять закрыть, чтобы он не вывелся. Вот это очень простая техника. Но удобно с этим шприцем работать. Ну и так начнем. Да, новичка? Значит, Нелли сегодня будет делать петушка. Вот мы их держи. Мы уже сделали выкройки. Вырезали на маленьких листочках. Эти выкройки надо вырезать ножницами. Пожалуйста. Давайте с нами начинайте. Берем ножницы. И вырезаем полностью эту картинку. Картинки можно взять в интернете. Есть такие сайты с картинками. С детскими картинками. Можно туда зайти. Выбрать любую картиночку. Вот такую небольшую. Может быть это зверек. Может быть это человечек какой-то. машина или какой-то домик. Все что хотите. Но не очень сложно. Чтобы тут деталей было как можно меньше. Чтобы удобнее было работать. и быстрее сделать эту игрушечку. Вырезайте ровно, аккуратно. Прямо по линиям. И это выкройка нам пригодится. То есть мы с ней будем работать. Мы ее будем приклеивать на картон. Поэтому конечно надо вырезать. Аккуратнее вырезайте все мелкие части картинки. Вырезайте по контуру. Вот так по контуру. Вот я вырезала поросеночка. Получился контур. И у него еще деталька ушка. Такой кукольный театр можно делать. Разыгрывать в доме. Со своими друзьями. Можно посадить маму, папу, бабушку. Всех кого хотите. Братьев, сестер. И разыграть сказку. Вот у меня поросенок. И деталь ушка. Будем сюда приклеивать. Вот эти кружочки. Мы будем наклеивать из другого фетра. Из фетра другого цвета. Поэтому их вырезать не надо. Также и на петушке вырезаем только контур. У меня такой вопрос. Сейчас лето. Все отдыхают. Но все равно скоро уже в школу. Поэтому такой вопрос. Помните ли вы сказки? Какие вы знаете сказки? Раз мы живем в России, значит, мы должны знать русские сказки. Русские народные сказки. Ильичка, ты знаешь сказки? Да. Да? Ну вот скажи, какие ты русские сказки знаешь? Волк и семеро козлят. Так. Маша и медведь. Замечательно. Еще. Снегурочка. 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 И теремок. Теремок. Ну, вот видите, сколько можно сделать персонажей по русским сказкам. Можно взять, конечно, и зарубежные сказки, но там герои, мне кажется, более сложные. Ну, попробуйте. Вот какие вы сказки любите, по тем сказкам можно сделать сказочных персонажей. Вот у нас есть еще такой зайка. Это зайка из пенопластовых шариков. Можно такой кукольный театр сделать. Он тоже на шпажке. И очень хорошо им играть. Все? Вырезала? Получилось, да? Теперь. Мы берем вот эту выкроечку. Нам понадобится картон. То есть, положите обязательно на стол листочек, чтобы не запачкать стол. Теперь. Переворачиваем выкройку. Вот рисунком на бумагу. Да? Берем клей. Смотрите, как мы обращаемся с клеем. Берем клей. Снимаем колпачок. А! Мы еще рисуем, да? На картоне. А может быть, мы приклеим сегодня вот так вот. Приклеим сюда эту выкройку. И все. Давай. Давай сделаем так. Значит, снимаем колпачок. Смотрите. Поворачиваем клей вниз отверстием. Я пользуюсь вот так вот. То есть, у меня большой палец ложится на стержень. А этими пальцами я держу. Возьмите, как вам удобно. И чтобы у вас шприц лежал ровно. Не наклоняйте его боком. А вот держите прямо вертикально. И как будто рисуете вы. Как будто вы рисуете этим клеем. Замажьте клеем всю выкройку. Вот эту выкройку всю. Хорошо промазывайте края. Чтобы они у нас не отошли. Да нет? Так. Замазали. Аккуратненько берите. Вот так. За хвостик. За лапки. За что хотите. И приклеиваем ее на картон. Чтобы рисуночек был сверху. Хорошенько разглаживайте пальчиками. Если у вас запачкались пальцы. Первый раз конечно может не получиться. Потому что таким клеем вы не работали. И он очень сильно быстро прилипает. Поэтому нужно взять влажную салфетку. И протереть руки салфеткой. Так. Вот тебе салфетка. Вот мне салфетка. Просто протрите пальчики влажной салфеткой. И можно работать дальше. Все. Хватит. 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 Он сохнет. Он быстро сохнет. Поэтому. Чем быстрее вы нам промажете. Тем будет лучше. Переворачиваем на картонку. Если вам что-то мешается на столе. Уберите лишнее. Ага. Видишь. Вот она приклеилась. Давай. Раз. И размаживаем пальчиками. Все прекрасно. Замечательно. Теперь берем. Клей обязательно закрыть. Да. Тюбик. Чтобы он не вывелся. Я закрыл. Прекрасно. Теперь берем ножницы. И вырезаем уже на картонке. Вырезаем на картонке. То есть у нас получается. Что мы два раза вырезаем. Сначала из бумаги. В принципе можно наклеить на бумагу. Бумагу на картон. И потом вместе уже с картоном вырезать. А можно сделать вот так, как мы делали. Опять вырезаем. Все. У меня еще у поросенка деталь ушка. Поэтому я сейчас приклею еще ушко. очень аккуратно вырезайте по линиям. Которые нарисованы на выкройке. и все у вас получится. Получается? Да. Обрежь вот так полностью. Обрежь картонку. Тебе будет удобнее. Как я сделала. Видишь? Я пресла кусочек. И теперь уже вырезаю эту саму картинку. Да-да-да. Будет удобнее держать. И обязательно, когда вы приклеиваете выкройку на картон, или на бумагу, или на что-то. Не кладите ее на середину листа. Старайтесь положить выкройку на край. Чтобы у вас остались еще материалы. Которые вам пригодятся для следующих игрушек. То есть вот листочек. Видите? Вот здесь я вырезала. Вот здесь я вырезала кусочек. Не кладите сюда или сюда. Потому что придется очень много вырезать. Кладите всегда с краем. Так. У меня еще ушко осталось. Сейчас я ушко. А, ушко можно. Ушко можно не вырезать из картона, а сразу его вырезать из фетра. Так. Лишнее убираем. Тебе помочь? Нет? Прекрасно. Теперь нам надо, пока Миля вырезает, я вам скажу. Вот у нас картонная выкройка получилась. Теперь надо подобрать для поросенка и для петушка подобрать фетр по цвету. Ну, поросята все розовые, да? Вот они розовые. Можно взять темно-розовый, можно взять светло-розовый материал. А Миля будет делать разноцветного поросенка. Вот у меня розовый есть кусочек. Давайте вырезаем. Вот даже такого маленького кусочка хватит. Видите, вот он длинный. Я его кладу, на него кладу выкройку и сгибаю пополам этот кусочек. Вот видите, еще остается местечко, то есть этого кусочка хватит. Получилось? Да. Выбирай, пожалуйста, себе ткань для петушка. Ага. Какое будет у тебя туловище? Говори. Фиолетовое. Фиолетовое будет туловище. Вот здесь вот у нас голубое. А вот эти вот кружочки какие? Желтый, оранжевый и зеленый. И зеленый, да? А глазик мы сделаем черным. Черненький. Все глазки у всех зверей делаем черным, да? У меня будет розовый, черный вот у нас есть кусочек. И ушки я сделаю потемнее. Ну и так начнем, да? Значит, мы берем вот эту выкройку и вот эту цветную сторону, на цветную сторону наносим клей. Кладем выкройку на бумагу. Белой вот этой вот стороной на бумажку, чтобы цветная на нас смотрела, да? Берем клей, открываем тюбик и рисуем опять полностью, рисуем полностью на выкройке клеем. Наносите тонким слоем, чтобы он лучше приклеился. Вот просто так рисуйте. Видите, как я держу руку, то есть я чуть-чуть надавливаю и у меня клей выливается. Клей попробуйте, потренируйтесь. Можно набрать сначала, предположим, водичку, чтобы потренироваться и попробовать порисовать. Обязательно хорошо проклеивайте края картинки, чтобы все хорошо приклеилось. Так, берем вот так аккуратненько, переворачиваем. Ну все, все наклеиваем. И приклеиваем эту поросюшку. Хорошенько разглаживаем пальчиками на краешек. И хорошо вот так пальчиком по всей окружности можно промазать. Можно поднять и вот так вот пальчиками прижимать, чтобы было хорошо приклеено. Вот получилась у нас картинка на фетре, с этой стороны розовой. Теперь берем ножницы и вырезаем. Вырезаем фетр по картинке. Вырезаем фетр по картинке. Не приклеивай. Не приклеивай, смотри, что ты делаешь. Ты берешь, вот так отодвигаешь, отодвигаешь. Видишь, вот сколько не приклеилось, да? Отодвигаешь фетр. И побольше немножко, побольше намазывай. Вот так. Хорошенько. Сразу просто приклеила. Теперь переверни, посмотри с той стороны, где еще не приклеилось. Вот здесь, да? Давай сейчас сама. Сама, пожалуйста, попробуй. Вот эти кусочки. Поэтому, вот я и говорила, наклеивайте, хорошо промазывайте края. Хорошо промазывайте края. У меня, у поросенка еще две детали ушка. Вот они, две детали. Они вырезаются отдельно и на картонку они не клеятся. Поэтому, я беру детальку ушка и вот здесь где-нибудь поближе, где вот есть пустые места, можно приложить эту выкройку, обвести ручкой и вырезать. Что я сейчас и сделаю. Ну, получается? Да. Замечательно. Теперь вот так переверни и просто вот так пальчиком прогладь все краешки. Вот у меня две детали ушки. Вырезаем. Теперь мы вырезаем. Вырезаем тоже аккуратно, ровненько, да? У меня две детали ушка. Я их вырезаю. Так, лишний фетр можно отрезать. И вырезаем опять. Уже выкройку вырезаем вместе с материалом, вместе с фетром, да? Давай, вырезаем. Тоже старайтесь аккуратно вырезать, ровненько. Эти большие изгибы у петушка можно вырезать большими ножницами, а маленькие отверстия можно маникюрными. Как вам удобно, так вы и вырезаете. Главное, чтобы это было все ровно. Так. Все вырезаем. Ровно-ровно, аккуратно. Получается у нас половинка маленькой игрушечки. Получается? Да. Замечательно. Вот получился такой поросеночек. Здесь у нас картонка, а здесь у нас уже наклеенный фетр. Если вы видите какие-то неровности, подрезайте, чтобы другая сторона была такая же ровная. Так, вырезаем ушки для поросенка. Вырезаем ушки, вырезаем все-все-все детальки. В этом году приходится нам больше сидеть дома, поэтому надо чем-то заниматься. Очень хорошее занятие это сделанные поделки своими руками. Во-первых, это будет подарок хороший. Можно подарить кому угодно. Своим родным, бабушкам, дедушкам, мамам, братьям, сестрам, папам, всем. Можно подарить друзьям эти поделки. Своими руками сделать подарок на день рождения или еще на какой-то праздник. Это будет самый лучший подарок. Так, пока Неля вырезает, я воспользуюсь вот этой линейкой круглой. И нарисую вот эти вот кружочки, которые нам пригодятся и в петушке и в поросенке. Эти детальки пока я убираю в сторону, чтобы они не мешались. Смотрите, вы берете вот эту выкройку и прикладываете кружочки, которые могут сюда подойти. Вот у меня подошла восьмерка. То есть я беру, хочу такие красные сделать копытцы, красный фетр, прикладываю кружочек в восьмерку на краешек. Вот смотрите, вот так. Вот видите, на самый краешек я положила, не на середину, вот так не надо. Вот, учимся рисовать, экономить материал. Он вам еще пригодится. И я обвожу кружки. То есть мне понадобятся четыре кружка на лапке и черный кружочек, два черных, ой, восемь кружков. То есть с одной стороны и с другой стороны. Вот они. Раз, два. С одной стороны и с другой стороны. Восемь кружков красных я рисую и два черных. Так, Нелечка, ты вырезала? Да. Да. Хорошо, сейчас продолжим. Сейчас он нарисует пока четыре. Потом их вырежем. Вот смотрите, как я с краю нарисовала. Но это только четыре, потом продолжим. Так, теперь мы берем остаток фетра, да? Какой ты? Сиреневый у тебя, да? Да. Ага, сиреневый. Переворачиваем. Переворачиваем картинку. То есть сейчас фетр ложится на листок, да? И вот эту бумажную деталь мы опять рисуем клеем. Давай, давай. Смотри, как я рисую. Нель, смотри. Вот, видишь? То есть я сначала края промазываю, а потом уже вот серединку рисую, да? Попробуй так. Придерживайте руками, чтобы она никуда не уехала. Можно взять палочку, шпажку, чтобы руки не пачкать. Немножко придавить к столу. И вот так вот все размазать. Нанести клей. Получается? Да. Замечательно. Все. Нанесенный клей. Теперь прикладываем на фетр. Или ты еще нам назовешь? Шпажка. Шпажка? Ну, пожалуйста. Шпажки у нас есть. Вот так я нанесла клей. Да, да, да. Вот так можно. Ага. Вот видите? Приятно с полезным. Делаем полезные вещи. В то же время можно научиться. Научиться это делать. Так, пока Неля лепит. Наносит клей. Я порисую еще. Кружочки. Получилось? Да. Замечательно. Нет. Смотри. Ты кладешь фетр на стол и сверху кладешь деталь. Так будет удобнее. Опять по краешкам. Пройдись. Прогладь все по краешкам. Да? Как мы делаем? Вот так вот. Пальчиком разглазим все. Ага. Края, 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 края. Чтобы у тебя были разглажены. Чтобы они хорошо приклеились. Все? Получилось? Да. Теперь начинаем опять вырезать. Так, пока Неля вырезает. Я порисую. То есть у тебя кружочки будут желтый, оранжевый и зеленый. Да. Я сейчас тебе нарисую кружочки. Конечно, надо помочь друг другу, чтобы все получилось. Детальки маленькие, кружочков, поэтому можно попросить старших, чтобы они вам помогли. Так. И рисуем на разном фетре столько кружочков, сколько надо вам. Можно побольше. А вдруг у вас не получится вырезать ровненько кружочки, а не маленькие. Ну, для этого понадобятся маникюрные ножницы. зеленый. И зеленый. То есть вы выбираете те цвета, которые вам нравятся, да, из которых вы делаете свою подделку. С фетром очень удобно работать, что он не сыпется материалом. Можно делать любые аппликации или картинки, или вот такие подделки. с фетром очень хорошо. Вот. Я нарисовала кружочки. Сейчас я их все вырежу. Так. А у меня розовый. У меня красный. Так. Сейчас я все соберу вместе, чтобы она не потерялась. детальки маленькие, поэтому следите, чтобы они никуда не упали у вас, чтобы не потерялись. И кладите вырезанные детальки, кладите уже на светлую сторону, вот, или на бумагу, или на саму выкройку, которую вы сделали, чтобы у вас детальки маленькие не потерялись. А то у него фетр очень такой прилипчивый, и он может прилепиться к одежде, может упасть на пол, смахнуть если нечаянно. Поэтому смотрите, чтобы мелкие детали у вас были всегда на виду. Сколько вы нарисовали, столько и должно получиться остаться на столе. Так. Ну что, получается, Натючка, у тебя? Замечательно. Замечательно. Ну, сложная работа? Нет. Нет, конечно. Это можно сделать вот в течение часа. Такую игрушечку. Если вы хотите сделать большую, большую сказку, то, конечно, если вы еще привлечете к этой работе своих друзей, то вы командой сделаете намного быстрее целую сказку. можно сделать три персонажа, можно сделать десять персонажей. Для этого надо позвать друзей, чтобы работа стала быстрее. Все? Вырезалась? Прекрасно. И у меня вырезалась. Так. Теперь, пока я вырезаю кружочки, вырежи мне, пожалуйста, поросенка. А я буду вырезать кружочки. У нас работа быстрее пойдет. То есть друг другу помогайте. Обязательно. Может быть, тебе большие ножницы взять? Нет. Нет. Эти неудобно. Вырезаем. Вот видите, как командой хорошо работается. Все делается вместе и сближает работа. Вы подружитесь, делая совместные подделки. Крепнет дружба. А знаете такую песню? Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей в юг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Неля, вот что значит настоящий верный друг. Вот такая есть песенка. Замечательная. Так. Мы вырезаем все детальки. Я думаю, что у каждого человека должны быть друзья. Правда? С ними веселее. Своим друзьям можно рассказать что-нибудь, поделиться чем-нибудь. Может быть секретики, да. Рассказать? Да? Друзья, это хорошо одному. Жить скучно. Кройдем. вот так вырезаем какие у нас радужные получаются кружочки замечательно вот когда вы все вместе делаете одну работу предположим быстрее получится и интереснее можно поговорить на любые темы вырезаем черненькие такие вот квадратики 4 квадратика для глазах так теперь вот смотри у меня кружочки подбирай на свою выбирай и подбирай на свою птичку какие тебе вот я вырезала такие маленькие можно можно вот такие маленькие кружочки и вырезала и теперь я делаю небольшие надрезы таким треугольничком надрезы чтобы глазик был живой красивый чуть-чуть вот тут вот вырезала кусочек так я пока вырежу глазки то есть вырезаете квадратики а потом обрезаете их прямые стороны чтобы получился кружочек да вот так вот нужно сделать разноцветным получится у нас 4 глазика это как раз и зверюшки вот эти вот вот эти вот обрезки которые у нас получились можно не выбрасывать а сделать из них картинку наклеить наклеить на фетр и такие яркие картинки сделать какой-то рисуночек вот смотрите нужно сделать вот такую как бы нибудь солнышко или что-то еще эти какие лучики получаются раньше собирали из этих обрезков всякие фигурки с ребятами видите как красиво получается так и продолжим да так здесь вот получилось вот это выпуклая часть это ушки одно ушко вот эта сторона где нарисована ручкой она идет внутрь так вот положу и вот краешек вот здесь вот торчит краешек прямо вот к нему вот так приложите вот получится ушко вот берете клей получилось теперь с другой стороны также сделаем берете намазываете половинку ушка давай придумаем оранжевый хорошо прекрасно вот половинка ушка приклеим теперь вторую половинку опять намазываем клеем где-то примерно четверть всего ушка и приклеиваем с другой стороны вот так с другой стороны но чтобы они были на одном на одной высоте получаются такие ушки а ты уже приклеила палочку мы сделаем вот если уже и я ведь тоже приклеила с двух сторон мы сделаем сейчас по-хитрому если надо было нам палочку приклеить внутрь надо было нам палочку приклеить под фетр а мы забыли с тобой да что мы делаем мы берем эту палочку шпажку прикладываем вот сюда сверху на поделочку да только не к самому краю вот острым концом надо острый конец надо спрятать под поделкой да под тканью то есть вот так вот прикладываем где-то до середины да у тебя пойдет ножка вот здесь хорошо ты не приклеила кружочек у тебя пойдет от ножки а мне это клеить ну я просто показываю сейчас возьмешь другую вот так вот на такую высоту приклеивайте на все туловище поняла да так вот что делаем прикладываем берем карандашик и вот так вот рисуем карандашиком место да отмеряем палочку теперь нанести клей полностью на всю вот на эту палочку да надо вот у меня тоже у поросенка я делаю вот здесь вот в серединке на пузике опять отмеряем карандашом что потеряла возьми другой если это не нравится и промазываем промазываем клеем всю шпажку немножко покрутите ее вот так и приклеиваем прямо к детальке ровненько приклеивайте потом надо взять такой же материал у тебя будет сиреневый да кусочек так или вот этот нет так вот этот ай глазки ай потерялись вот вы берете кусочек ткани обрезаете ее ровненько прикладываете 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 на поделку смотри смотри как я делаю и вырезаешь вот такой прямоугольничек вырежи я наклеила можно приклеивай приклеивай очень хорошо что ты уже приклеила сейчас я тебе помогу я возьму я наклеила смотри фиолетовый вот у тебя фиолетовый кусочек приложи посмотри смотри и вот так не хватает да значит берем вот еще кусочек смотри прямоугольничек прямоугольничек вот такой вот вырезаем можно маникюрные ножницы тебе так понравилось с маникюрными ножницами пожалуйста так вот мы приклеили палочку и вот эта вставочка из фетра то есть ее вот так прижать сильно нанести на нее крест сначала а потом прижать ее и все теперь мне нужно дать да вот так это очень широко будет вот напополам разрежь ее напополам разрежь чтобы она была не очень широкая вот это даже очень широко давай я тебе помогу даже вот так видишь вот сколько да как она быстренько раз и приклеилась сейчас вот это вот отрежем чтобы это ткань не выходила вот заголовку да петушка чтоб удобнее было и здесь снизу чтобы было красиво теперь вот так немножко отогнуть внутри и промаж края фетра приклеим положи на стол на бумажечку и вот так пальчиком давай давай хорошо хорошо пальчиком пройти и с этой стороны да и с другой стороны так же конечно вот получилось у нас получилось у нас что что у нас получается с тобой Нелли что мы с тобой делаем по девочку по девочку для кукольного театра да то есть у нас получается замечательный кукольный театр так я приклеиваю копытца так я приклеиваю копытца я вырезала а тут глазик где приклеить вот тут вот и приклеивай прямо вот на смотри смотри видишь где глазик да то есть мы берем глазик смотри вот прямо на этот вот здесь вот где закончилась палочка да тут вот еще сейчас я промажу немножко не приклеилась ай тут вот прямо можно сюда чтобы закрыть ее давай насеклить а я приклею и вот этот вырез который который на глазике да вот глазик вырез идет назад то есть к хвостику вот так да вырез идет к хвостику так же на второй стороне ну давай приклеивай можно конечно пожалуйста спасибо конечно чтоб удобнее было да шпажкой шпажкой детали маленькие поэтому очень аккуратно намазывайте немного много клея ты первый глазик приклеил да значит надо вырезать еще один глазик нет два глазика тоже это лишнее нет ну я один вырезала уже приклеила просто спрашиваю у тебя два третьего нет лишнего так наносим клей и приклеиваем вот надо подержать игрушечку и посмотреть вот так перед собой возьмите посмотрите на какой высоте у вас глазик 1 приклеим они были на одинаковой высоте одинаковости все прекрасно давай делаем делаем еще а ты сделай здесь вот из этих сделай разноцветно не обязательно чтобы они были одинаковые сделай вот цвета какой вырезан пусть он будет такой с одной стороны одни цвета с другой стороны другие цвета и рисуем сморку получилось давай приклеивай вот смотри есть оранжевый желтый зеленый можно оранжевые сделать вот в серединке а у тебя оранжевые снаружи до в серединке желтый потом идет два зеленых желтый и оранжевый снизу тогда будет какая-то симметрия будет красиво что такое симметрия это одинаково значит да одинаково ну так как у нас игрушечка для театра можно сделать разноцветного осталось приклеить и все тебе осталось приклеить а еще ножка еще лапка у тебя лапку можно сделать желтым оранжевый сделаешь ну что а тут можно желтый сделать можно оранжевый вот такой петушок золотой гребешок кстати есть такая сказка петушок золотой гребешок ну давай 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 еще осталось тебе какую берешь желтую желтую оранжевую давай приклеим оранжевую на краешек ну или так дело как как тебе удобно как тебе удобно так и делай и вот получаются такие вот у нас уже получилась сказка три поросенка можно уже играть еще сделать волка и все получилось сказка три поросенка здорово смотрите как можно и накрутить можно вот так вот ходить если у вас этот клей остался вот на шприце просто вот так вот можно салфеточкой протереть чтобы он тут не залепился и одеть обязательно колпачок чтобы клей не высох и в таком состоянии клей может храниться очень долго больше двух трех месяцев он не засохнет если там не будет воздуха ну вот получились у нас замечательные игрушки для кукольного театра получилась целая сказка как она называется вот это кто это три поросенка конечно и вот таких два петушка мы вам желаем чтобы у вас все получилось как у нас и и чтобы вы разыгрывали все лето замечательные сказки пока пока что вы уже не знаете и и и и и и и и Продолжение следует...